Всем привет. Я сегодня снова в Рештихе. Ну как снова, я здесь живу. Я имею ввиду На затылке 2. И снова на тротуаре паркуются автомобили. Вот у нас проезжая часть. Знак ограничения скорости. Газончик. Автомобили. Вот это здание. Вот эта территория по кадастрову. По открытой кадастровой карте. Не разграничена. То есть она находится в муниципальной собственности. Никому не принадлежит. Также не принадлежит. Не оформлена как дворовая территория. Прилегающая территория. Вот они автомобильчики. Тоже стоят на тротуаре. Что у нас случилось? В общем, в прошлый раз, когда я здесь был 9 марта, 9 марта, как всегда показал, где там стояли автомобили у входа. Был припаркован автомобиль патрульный. Сотрудник полиции. Решил узнать. Ну мне бы надо было просто к участковому зайти по делам. Решил узнать, чем патрульный автомобиль. Зашел в кабинет участкового. Увидел мужика. Мужик сидел при форме. Кто такой я, его знать не знаю. В общем, спросил его, когда там будет другой участковый. Он мне ответил. И, в общем, спросил у него, знает ли он, чей автомобиль патрульный. Он говорит, мой. Я говорю, так уберите с тротуара автомобиль. Вот он здесь стоял. Вот здесь. Он говорит, а там нет тротуара. Я говорю, как нет? Пойдемте, говорю, узнаем. Там нет тротуара, я ничего не нарушал. Я достал телефон, начал снимать. Он, как увидел телефон, забоялся, застремался. Вот здесь, кстати, летом цветочки высаживают. Озеленяют. Забоялся, говорит, кто такой? Чего вам надо? Я говорю, я гражданин. Представьте документы, говорит. Я говорю, а зачем вам документы? Я говорю, я это, я гражданин Российской Федерации. Этого достаточно. Я имею право на основании статьи 13. Я говорю, ну, что-то 13 и 13. Дальше-то что? Я имею право требовать документы. Я говорю, а на каком основании? Статья 13. А он не знает, что идет наизущество. В общем, спросил, что за 13-й статья. Он достал книжечку. Из книжечки прочитал. Мол, имеет право проверять документы. Граждан. И все. И замолчил. Я спрашиваю, что дальше-то не читаете? Читайте дальше. Он не захотел читать, но все-таки продолжил. Говорит. Если имеется основание подозревать его в совершении правонарушения, я могу вас подозревать. Я говорю, как можете. В смысле? Вы подозреваете или нет? Я могу. А вдруг по ориентировке ты-ты-ты-пай. В общем, вышли сюда. Я говорю, где тротуар-то? Нет. Нет его здесь. Я говорю, как нет? Я говорю, вот ваша машина, говорю, вот здесь припаркована. Говорит. На тротуаре. Это не тротуар. Я говорю, как не тротуар? А где тротуар? И показывает вот сюда, типа. Вот здесь тротуар, а вот там уже не тротуар, где машины стоят. Я говорю, а в смысле? Как не тротуар-то, блин? А как вы его определите? Здесь парковочные места, говорит. В общем, здесь раньше знак висел. Ставянка запрещена. Зон действует знаков 50 метров туда. Дальше потом администрация повесила вот здесь на заборе. Знаков 6-4. Парковка с табличкой 3-17. Вроде парковка для инвалидов. Но я добился. В общем, их сняли. Оказывается, это было вот здесь, в этом здании, на третьем этаже. Располагалась администрация. И администрация самовольно повесила эти знаки. Под знаки на стоянку запрещена и зона действия знаков висела табличка. Кроме автомобилей администрации, УФК, РОВД и газеты знамя. Ну и также почты. Такие дела. Я говорю, а где знак-то? Вы говорите, парковка? Где знак-то? Нет. В общем, требовалось у меня документы. Я так ему не представился, не предоставил. Не было оснований. Он говорит, я сейчас задержу по 19.3. Я говорю, а с чего бы? И вы не выполните законные требования. Я говорю, так законные требования основываются на законе, а не на голословных, там каких-то утверждениях. В общем, так и не предоставил мне. Он говорит, это оперативная информация, я должен вам ничего не говорить, в чем вы подозреваетесь. Дальше все было. Я говорю, я вам предоставлю все данные, только я позвоню в дежурную часть и отправлю этот. Предоставлю вам. Отставлю жалобу и предоставлю документы. Позвонил, выключил телефон, запись. Сообщил жалобу. И это была критическая моя ошибка, якобы. С их стороны, наверное. Поскольку начальнику Рештихинского отделения ничего не оставалось, либо составлять на меня протокол, либо отвечать на жалобу, на мою. И в итоге, когда я повесил трубку, обратился к последний раз, ему говорю, представьте мне какие-то основания, что я должен вам называться, документы носить. Он говорит, а я еще не знаю, сейчас вас проверим, тогда узнаем. Ну и в итоге, только после вот этого моего звонка, ему позвонили и сообщили, что я там пробиваюсь по базе данных. А в конце концов сообщили, что ничего на меня нет. А дальше что было? Дальше мы... Говорит, все счастливо. То есть он понимает, что против меня ничего нет. Говорит, все счастливо. Я говорю, предоставьте документы. Прошли к нему в кабинет. Он в кабинете еще спросил. Сам позвонил в дежурную часть, еще назвал мои визуальные приметы, то есть куртку, шапку, штаны. И там ему отказ. И там ему отказ. Говорят, нету таких данных. И в итоге, мы так и разошлись, я ничего не услышал от него. Спустились, прошли к месту. Вот этому. Он сел в партрульный автомобиль, фары не включил, поворотники не включил, не пристегнулся. Сдал задним ходом и поставил вот так. А когда знаков нет, то, как вы знаете, надо парковаться только вдоль проезжей части, на самой проезжей части, на краю, либо на обочине. Он поставил вот так автомобиль, перпендикулярно проезжей части. В общем, ничего не добился от него, так и ушел. А потом уже, через день, через день, на 11 марта, когда я сам приехал по своим делам в РОВД, в Володарске. Мы сейчас в Рештихе, да? Володарский район Нижегородской области. А потом я сам приехал в Володарский РОВД. Меня там уже начальник. Начальник вот этого Рештихинского отделения, уже сам начальник, применил ко мне меру административного задержания. Правда, оформил уже другой. И меня на сутки упекли в КПЗ за неточнение сотрудников полиции. Ну, естественно, сабриковали это дело, и вот они заезжают. Пойдемте посмотрим, я покажу вам просто вот здесь та же часть. Здесь тротуар, единственный тротуар, который ведет дальше на улице. На улице. А зачем на тротуар поставить, молодой человек? Ну вот, вот они-то реагируют. Вот, на чем я остановился. В общем, на оформили, мне выписали штраф, присудили. На следующий день судебное заседание было, тысяча рублей штраф. Вот, единственная дорога. Дорога, тротуар с этой стороны, с той стороны нету, ничего. Котельная, там, на другую, дальше там, пекарня. Тротуара нет. В общем, будьте внимательны. Всем пока. Ну, это ваша машина на тротуаре стоит. Я зафиксировал. Хорошо, выписаться, пожалуйста. Я? Нет. Гражданин Российской Федерации. На основании чего? Просто писать, пожалуйста. Для чего? Отказывай. А для чего мне его представляться? На федеральном законе о полиции. Вот. Вы ко мне обращаетесь? Да, я сейчас к вам обращаюсь. Да? Да. А вы не забыли федеральный закон номер 3, статьи, пункт 4, статьи 5? Нет. Нет? А вот. А почему не выполнили? Я вас пришел сейчас представить. Для чего? Кому я буду представляться-то? Вы ко мне обратились, я сейчас уже представляюсь. Участковый полномочен Вашингтон полиции по атаку. Вот вы сейчас ко мне обратились. И меня отчество? Александр Владимирович. Александр Владимирович. Александр Владимирович. Вы же присаживаете, пожалуйста. Для чего? И сейчас я вам еще одну статью разъясняю. Какую? Это гражданский кодекса 152 статья. Если данная запись будет размещена где-то в социальных сетях, я имею право подать на вас вот участковое заявление. А вы сейчас кто вообще? Весь участковый. Вот именно. Участковый. Нет, ну я имею... Я к ли я не к вам домой пришел? Какая разница? Большая разница. Вы сейчас находитесь при исполнении служебных полномочий. Предупреждаем. Предупреждайте сколько хотите. Да, 350. Вашину с тротуара уберите. Гражданскую область. Нет, отказываю. Когда будут основания, тогда и представлюсь. Вы сейчас находитесь в федеральной законополиции. Статья в федеральной законополиции. Какая? В 13-м статье в федеральной законополиции. Процитируйте. Мое право. У вас нет прав, у вас есть обязанности. У нас есть права. У вас есть те права обязанности. Пойдемте, пожалуйста. Пойдемте. Пойдемте. Нет, право. Да, сотрудник полиции. Давайте, прочитаем. Давайте. На данный момент вы отказ не представляете, да? Нет оснований. Как нет оснований? Оснований какие? Вы сейчас ко мне обратились. И? Я сейчас прошу вас представиться. Я вам представился. Но вы просите, я вам отказываю. Требует от гражданства. Так. Предоставить документы в следующий личный гражданин. Если имеются данные. Ну, если, если. Читайте дальше. Данные. Если. Оснований подозреватель совершения. Я сейчас могу вас подозревать. Вы можете? Да. Ну, где ориентировка? Не ориентировка. Вот сейчас вы можете. Вот, точнее, не можете. Вы хотите. Нет. А вашу хотелку можете дома оставить. Нет такого слова. Ориентировка. Есть подозревание совершения правонарушения. Какого? Я на задену. Какого? Какого? Какого правонарушения? Я вам удобно. Да что вы говорите? Не должны. Не должны. Да вы что? Правда что ли? Да. Нифига себе. Не должны. А у вас звание это лейтенант, да? Младший. Младший. Ну, доставшего он далеко. С такими познаниями далеко. И долго, главное. Машину уберете с тротуара? Да, уберем. А других заставите убрать? Так все-таки тротуар. Это не тротуар. Тротуар у нас находится здесь. Вот. Ну, правильно. Вот он тротуар. Дальше что? Где парковка-то? Здесь, и парковочные места. Где? Где? 64. Вот для дебилов, которые управляют транспортными средствами, не знают, ПДД. Вот эти знаки все убрали, которые здесь висели. Чтобы они их не смущали, не вводили в заблуждение, что здесь проезжая часть. Здесь тротуар. То есть вы сейчас такие отказываются представляете, да? Да, конечно. А, ладно. А? Я не отказываюсь. У меня нет оснований это делать. Какие основания? Какие основания? Ну, я вам отказываю, в вашей просьбе. 0, 0, 5, 9, 5, 6, НЖГА. Ну, все. Ну, все. Уберите с тротуара машину. С тротуара. Вы сейчас уберете, что никуда не уходите? Да я не ухожу. Я жду, когда вы уберете машину. Я прошел, а сейчас никуда не уходите? Ну, я сам решу, что мне делать. Нет, я сейчас прошел. Ну, это ваша просьба. Я не хочу ее выполнить. Я ее выполняю до тех пор, пока она мне удобна. У вас документы обоимеете? Нет, я не буду вам отвечать на этот вопрос. Я прошел, что выставлю. Сейчас стал отправиться со мной в отдел, где установили ваши личности. С какой, кстати? С какой, кстати? С какой, кстати? Установили себе незаконная полиция. Вот, именно. Да. Вы трудились. А вы... Какого? Какого? Я не должен вам объяснить, какого. Ну, это ваша проблема, что раз вы не можете, я не могу. Я прошел вас проект. С какой, кстати? Установили ваши личности. С какой, кстати, ты? Я не должен с собой их носить. Как? Ну, не должны. Вот именно. Вот именно. Сами скажут. Представиться. С какой, кстати, ты? Я вас прошу представиться. Петя Пупкин. Петя Пупкин. Пойдемте проведем. С какой, кстати, ты? Скажите мне ваши данные. Фамилия и мальчис. Вы машину уберите. Я уберу машину. То есть вы на ней приехали? Да. А предыдущий участковый сказал, не дает служебный автомобиль. Сам припарковался под знаком 6-4. Под знаком парковки для инвалидов в прошлый раз. Я не знаю, как он. Ну, и вон у него стенд висит. На стенде он висит, как у участковой полномочной. Он тоже, как вы, не представился. С какой, кстати, ты? Я представился вам. Да с какой, кстати. С какой, кстати? Я не буду вам представляться. Ну, вы устанавливали ваши личности по проекту в отдел. Документы покажите. Мои, пожалуйста. Раз вы уже ко мне обращаетесь. Младший лейтенант полиции Потафа Александр Владимирович до какого сентября? Не 18-й. Начальник, заместитель. По 18-й сентября 23-го года. Хорошо? Идите мне ваши документы. На основании чего? Я вас прошу писать ваши документы. Ваши просьбы отказываются. Вы просите, я не собираюсь ваши просьбы выполнять. Они не основаны. Я собираюсь совершить преступление административного промышления. Достаточно? Нет, недостаточно. Вы сейчас можете его придумать, что хотите. Как же я хочу придумать? Вот сейчас мы вас проверим. Мы вас проверим. На основании чего? Если не будет оснований федеральной законной полиции. Достаточно, я сказал? Нет, недостаточно. Как недостаточно? Вот вы сейчас при парковаре? Да, да, да. Сейчас я беру поделки, пока туда поделки. Нет, пишите постановление. Как это? Вы совершили административное правонарушение парковки на тротуаре. На данном? Я отправляйте в ДПС. Нет, подозритель прокуратуры. Да вы что? Сынки разметок нету. Это территория, для чего она предназначена? Для чего предназначена? Вот я вас спрашиваю, для чего предназначена вот эта дорожка? Есть вот тротуар. Здесь машины есть? Здесь тротуара нет. Здесь машины здесь нет. Здесь машины? Здесь нету знака. Если паркует? Это причащий знака вместо парковки. Здесь нет. Вы ПДД знаете? Пойдемте, пойдемте. Статью 12 знаете? Да, пойдемте. Ну в принципе мне для жалобы на вас достаточно материала. Поэтому я не собираюсь к вам идти. Нет, пойдемте. Для чего? Да, для чего? Вы сейчас мне отказываете? Какого законное требования? Законное требование. Законное требование сотрудника полиции. Придите со мной. Для сохранения вашей личности. У нас на основ estudio закон о полиции. Стarte 13. А вы ее прочитали? Какого? Сейчас выясним какого. Уберите от меня руки. Руки от меня уберите. Руки от меня уберите. Вы сейчас отказываете закон о полиции? Законное требование основывается на законе. Закон какой? Я уже опять заясняю. В статье 13 федеральный закон о полиции. Так. Ясно вырезался? Нет. Какого административного прорушения? Вот сейчас мы установим. Согласно Конституции в Российской Федерации вы меня ограничиваете в правах. Я сейчас пока не ограничиваю. Тогда я пошел и все. Пока никуда не пойдет. А с какой кстати-то вы меня тут задерживаете? Я вас не задерживаю. Ну все. Нет. А вы что за мной следуете? Я вас не задерживаю. А вы что за мной следуете? Я вас не задерживаю. Ну все. Отойдите от меня. Чего вы ко мне подходите? Согласно Конституции в Российской Федерации вы сначала дослушаете. Я только у такого задержания отбора на вас. Вы сначала дослушаете. Я дослушаю вас. Вот и слушаете. Согласно Конституции в Российской Федерации при ограничении моих прав вы должны ознакомить меня. Правильно? Ознакомить со всеми материалами. На вас все материал не составлен. Вы только подозреваете. Вот именно. Вы только подозреваете. Уберите руки. Уберите руки. Мне сейчас как? Уберите руки. Уберите руки. Конечно. Задерживайте. Вас задержать. Протокол задержания оформляйте. Уберите руки. Протокол задержания. Ну, оформляйте. Протокол задержания оформляется на месте совершения административного пронуженного нарушения. Вы сейчас хотите, чтобы я принял конфидическую силу? Давайте, статью заработайте, уголовную, давайте, превышение служебных полномочий. Почему? Я опять вас прошу пройти. Основание? Дозрение совершения преступления пронуженного нарушения. Какого? Вы его не знаете? Еще не выдумали? Я знаю. Выдумали, да? Я знаю. Я к вам подошел, да? Указал на ваше правонарушение. Я согласен. И сразу у меня статья. Какая статья? Я вообще не говорил, что у вас статья какая-то. А чего? Какого нарушения-то? Я вам не должен обращать никакого нарушения. Слушай, ты что меня гонишь-то, я не понял. Я не гоню. Вот ты гонишь сейчас. Вы сейчас оскорблять меня собираетесь. Все, что мне тебя... Да упаси Боже, тебя оскорблять. На ты? На ты? На ты общение, да? Я с тобой на ты обращаюсь, а ты со мной на выезд. Я вас прошу пройти со мной. Да не пойду я с тобой. Указал на полицию. Вот я тебя здесь жду. Я вас прошу. Иди оформляй. Я вас прошу пройти. Да не пойду я с тобой. Да с какой встать ты? Вот ты глупый, нет? Вот я тебя реально спрашиваю. Я тебя не оскорблять, но я тебя делаю видеозапись. Я тебя спрашиваю, я тебе двадцать раз вопрос один задал. Какой? Я не должен, но обращусь. Какой? Чего ты не должен-то? Ты федеральный закон номер три читал, да? Да. А видимо ничего не отложилось, да? Пойдемте, пойдемте. Не пойду я с тобой. Сейчас мы остановим по ориентировке проходки. Сейчас я, погоди. Даже не зачитали федеральный закон номер три. Статья тринадцатая. Ну? Сочетайте. Вторая, да? Какое? Какое мне вы меняете правонарушение-то? Я вообще никакое не меняю. Ну вы подозреваете в каком? Подозревение, да. Подозревение. Что я здесь насрал или на проезжей части в том, что... Мы сейчас как раз установим. Чего вы установите? Вы сначала установите факт правонарушения, а потом уже... Преступление, правонарушение, да. Преступление. Так вот факт есть? А мы сейчас как раз можем по ориентировке проходить. Ну так идите устанавливайте. Вы меня на основании... Если факт правонарушения не установили... Да. Алло. Ань. Давай, давай, давай. Ага. Ну это уже в курсе этого, да? Сейчас, штуночка. Какая она? Что? Что? Владимир. Ага. Ну что мне с этим гражданином, который у нас пробивает, все хорошо. Да, да. А, уже пробивает меня, да? А, вот все повязано, да? Да, да. Ай. Все повязано, да? Почему повязано? А на основании чего, у вас дежурный дает мои процедуры? Почему дежурный? Ну я позвонил в дежурный. Я не должен приснять вам, кто мне сейчас звонил. Ксении, конечно, не должны, я кто-то сомневался. Но мои-то данные я оставил только дежурного. Почему? А больше никому. Ну вот вы сейчас как раз... Я только сейчас позвонил дежурный, он больше мне откуда взяться-то. Вы приснали дежурный. Ну я дежурный, а дежурный уже меня пробил, да? Да, я как раз пробил. Ну вас проверили, все. Ну и че? Какое правонарушение-то? Какое? Я не должен вам объяснять, какое правонарушение. Так пойдемте узнаем. Чего? Мое правонарушение, в котором я... Пойдемте, давайте. Сейчас я подойду теперь. Дойдешь? Пойдемте. Машину-то не убрали? Сейчас выберу. Ну сейчас через час или через два? Сейчас выберем, да. Ну в принципе, ну, по крайней мере не будет оснований для смягчения вашей обеосновки. Черный ботинок черный человек закройте меня еще телефон а где проживать не важно это мне не переставился точнее не сказал где живешь в розыске не нахожусь даже блин по одежде не нахожусь и тут бац в кутузку да вот видишь правонарушителю как себя ведут машину на тротуаре ставит а убирать не хотят материал составишь по себе рапортом подашь что нарушил пдд я знаю даже не статью я знаю даже закон слушая статью 8 знаешь да знаешь да а полицию так-то гласная является походу нет забыл а ты чё сейчас дома что без форм так а ты сейчас дома что ли находишь я тебя дома снимаешь ну предупреждай сколько влезет давай я засниму как ты машину убираешь а то еще другим пример подаешь тебе показать куда поставить то а может ты не знаешь сейчас опять с нарушениями поставишь а чё пристегнуться не надо да ну я же сказал не знаю а вот именно что сняли то ты она стоит тротуар здесь сняли не в курсе да чтобы где парковаться надо статью 12 до пдд не знаю да как парковаться то надо когда знаки отсутствует не в курсе да здесь нет не является торм я думаю вы не запретите мне делать запись видео запись вам запретить я не вправе да но я вас предупреждаю что вам здесь никто не дает своего согласия на то чтобы эту запись выкладывать для всеобщего обозрения все эти интернет на каком основании вам понятно на каком основании вы чем руководствовались когда мне запрещаете точнее вам а вы еще раз поясню я вам не запрещаю ну тогда я могу правильно вы можете но я вас предупредил о том что согласие на использование данной видеозаписи я вам поскольку вы конкретно снимаете меня я вам свое согласие на это не даю хорошо вам это понятно понятно а вы сейчас кто я вам представил вы сейчас представили сотрудник полиции правильно начальник начальника арешетихинского отделения сергей владимирович ну чтобы не просто это но вы сейчас находится при исполнении служебных полномочий ну правильно согласно федерального закона номер три работа полиции является гласной правильно правильно я что-то нарушаю нарушу если опубликую это средства массовой информации я вам сказал не ну и нет войны русской пределаток что я вам все согласие предупредили хорошо делать дальше из моего согласия и потом будем с вами разбираться что она ушла значит а что значит потом вы сейчас можете меня предупредить если вы меня не может предупредить то есть если я опубликую я ничего не нарушу но вы мне разбираться будет согласие своего не даю а на видеосъемку то есть мне нельзя съемку на звук и записи мне нельзя чем можете это использовать я вам не запрещаю еще раз повторяю вы можете это использовать в суде при рассмотрении материала о совершенном вами административном правонарушении пожалуйста можете использовать я сейчас не могу вас непонимали вот вашими услугами вы поскольку сотрудник полиции должны разъяснять мне мои права и точнее закон правильно разъясните мне знакомый я чтобы я не не приступил закон объясните мне если я выложу эту данную запись средства массовой информации я что-нибудь нарушу я вам сказал что я вам не даю своего согласия на это вы стоите сейчас действует как уполномоченное лицо либо просто прохожий по моему здесь прохожие не ходят ну значит уполномоченное лицо значит в принципе я вам все ясно понятно объясняю но я понял значит у вас осталось недопонимание ну ну значит и я ничего не нарушу я ничего не нарушу раз вы не можете мне сказать что я нарушу значит я ничего не нарушу пока вы еще ничего не нарушили в плане своей видеозаписи когда это произойдет потом будем с вами разбираться хорошо